Как вы понимаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете. Начал руководить какими-то внутренними проектами в поиске. Ну и, соответственно, вот сейчас, там последние два года занимаюсь тем, что как бы руковожу непосредственно разработкой поиска в целом. Вот. Поэтому, мне кажется, не есть что вам рассказать, собственно, в ходе нашего второй части информационного поиска, в ходе нашего курса. Вот. Помимо этого я еще буду у вас целиком читать курс датамайнинга, третью часть. Вот. И вообще от меня будет зависеть, закончите ли вы третий семестр или не закончите в техносфере. Поэтому я вам настоятельно рекомендую занятия посещать, домашние задания делать, собственно, и в работу включаться с самого начала, а не в конце семестра, чтобы у нас не было каких-то там казусов, проблем, там, обид или чего-то подобного. Вот. Так. С этим разобрались, да? Соответственно, сегодняшняя наша лекция, она будет такая обзорная. Вот. И я попытаюсь вас в этой лекции познакомить с такой темой, как лингвистика в поиске. И какие вообще лингвистические методы и технологии применяются в современной поисковой системе. Вот. Так. Правда, я замечу один маленький нюанс, что в общем случае я не являюсь профессиональным лингвистом. Поэтому, если кто-то считает, что я где-то неправ, или вы что-то не понимаете, потому что я могу какие-то вещи там опускать или какие-то вещи не проговаривать, вы в общем меня останавливаете, поправляете и там задавайте вопрос. Вот. Так. Ну ладно. Приступим. Итак, чтобы включиться как-то в работу и с чего-то начать, давайте вспомним, что мы вынесли из прошлого семестра по информационному поиску. Здравствуйте. Что мы знаем на текущий момент? Итак, по идее мы знаем следующие позиции. Давайте прям по порядку начнем. Значит, как качать интернет? Кто-то из вас смелый должен мне коротко рассказать, что он вынес из первого семестра на тему, как качать интернет. Ну вы же там все сдали первую часть информационного поиска, видимо успешно сдали, соответственно, получили какие-то знания. Помните, что вам рассказывали на лекции. Ну вот, кто-нибудь готов коротко к винтэссенцию по индексу с первого семестра? Ну, во-первых, интернет нужно обкачивать с умом и в индекс, в основном класть тексты, содержащие смысловую нагрузку. Нужно сегментировать сайты и выделять те участки, которым пользователи проявляют наибольший интерес. Так, нормас. А вот про тексты, которые содержат смысловую нагрузку, это что такое было? Ну, нужно как раз фильтровать всякий спам. А, понятно, понятно. С порнографией там немного по-другому дела стоит. Вопрос в том, хотим ли мы ее отобразить пользователю или наоборот не хотим. В каких объемах, да. Все верно. Да, но тут вопрос больше был, на самом деле, как качать интернет, а что класть в индекс, это вот уже, наверное, про вторую часть. А, ну, как качать? Берем главную страницу, ссылку на которую нам дал Афтерсайтер, и дальше мы можем выделять в ней все ссылки, переходить по ним и таким вот образом обкачивать. Но при этом мы будем брать прям все страницы, которые мы видим, то есть какие ссылки мы увидели, или все-таки мы как-то будем подходить избирательно к ним? Ну, потому что мы же понимаем, что интернет, он вроде как дофига большой, и нельзя его там скачать на флешку себе за вечер. Избирательно, я думаю, из расчета, что есть robots.txt, который дает какие-то предписания, а еще есть такие ссылки, которые могут иметь бесконечный пул. Ну, например, это может быть ссылка с параметром для какого-то хп-скрипта, ну, что-то вроде такого. И, например, на сайте есть форма поиска, в таком случае можно сгенерировать бесконечное число данных страниц. Как нам такое отфильтровать? Ну, наверное, нужно отфильтровать как раз те ссылки, где стоит знак вопроса, и просто никакие параметры не передавать. Ну, это вы загнули, это слишком, это мы слишком мало скачаем таким образом. Какая-то стратегия квартирования для каждого. Секи ты, кто-то запомнил ключевое слово. Отлично. Понятно. Это больно. Ты понял. Ну, ладно. Это для вас уже закончилось, это для вас пройденный этап. Можно с улыбкой уже об этом вспоминать. Ну, да ладно, так. Так, теперь, как мы кладем документы в индекс, по какому принципу? Ну, вот мы скачали, например, там, не знаю, 100 миллиардов документов, а у нас есть физическая возможность, то есть серверов у нас есть, там, не знаю, на 10 миллиардов документов. Как нам из 100 миллиардов взять 10, которые наиболее, как бы, будут, наверное, полезны для наших пользователей? Как бы, в вопросе содержится подсказка, на самом деле. Ну, кулинки говорят сами на себя, наверное. Ну, хорошо, кулинки кулинками. Кулинки есть там, допустим, у трех миллиардов, а все остальное что? Все остальное? Ну, наверное, нужно по смыслу подпирать. Ну, на самом деле, вот, девушка все правильно уже говорила. Квотирование, опять же. То есть, мы хотим взять те документы, которые имеют явный сигнал, и мы хотим этот явный сигнал еще как-то сгладить. И на самом деле, вот, система квартирования и секитей нам в этом могут вполне себе помочь. То есть, мы можем построить какие-то регулярные выражения. Вот, и, соответственно, по принципу похожести, как бы, то есть, понять, что если у нас таких вот, условно говоря, урлов дофига, урлов дофига, и, соответственно, мы, как бы, можем понять, что, соответственно, если, в принципе, таких урлов есть тоже большое количество, то мы можем взять не только тех, у которых есть явный сигнал, по которым мы наверняка знаем, что они уже там кошерные, но еще, как бы, дополнительно взять, там, например, какую-то квоту запаса, например, там, полтора или два или два с половиной. Но все зависит, на самом деле, от того, какие у нас есть технические возможности для того, чтобы это реально в индекс положить. Ну да, но опять вопрос в том, что если у нас есть 3 миллиарда страниц с явным сигналом, еще несколько миллиардов мы можем добавить к этим, а всего у нас 100 миллиардов. Опять же, нужно как-то правильно их отсеять. Может быть, там стоит применить семантическое хэширование, которое изобрел, там, Джоффри Хинтон, Соло Худдиновый. Как думаете, это оптимально или нейросети вообще будут дико тормозить? Ну, все же зависит, как вы понимаете, от реализации, да? То есть можно реализовать так, что будет действительно все быстро тормозить, можно написать такой код, который будет быстро и оптимизировано работать. Ну, все зачастую зависит, то есть реально даже зачастую один и тот же код, который вот с точки зрения алгоритмической сложности, например, мы одинаково считаем там идеальным, на низком уровне он может быть реализован достаточно по-разному. То есть даже на уровне умножения матриц мы можем, как бы, иметь алгоритмическую сложность от N куб, да, но при этом, как бы, получать разницу в производительности кода написанного, вот там, например, низкого уровня в мой языке C++, там, например, порядок. То есть вот такие вещи, как бы, нужно учитывать, их нужно понимать. И в общем случае, когда у вас есть какая-то большая задача, и вы понимаете, что там добавление какой-то фичи вам даст какой-то буст в качестве поиска, вы можете, как бы, заморочиться, потратить время и заоптимизировать этот кусок кода для того, чтобы внедрить это реально в продакшн. Ну, вот это, как бы, одни из тех задач, которыми, в общем случае, занимается поиск. Отлично. Так, значит, про это поговорили, про это поговорили, даже упомянули фильтрацию нежелательного контента антиспам-антипорн. Как мы фильтруем антиспам-антипорн? Давайте нам ответит кто-нибудь, кроме вас. Классификатор делаем. Классификатор делаем, отлично. А в фичичи кладем? Или ничего не кладем? Фантазия. Ну, я вообще все. Ключевики. Ключевики, да. Угу. А что, учим? Если мы сайты сам уже смотрим, а не просто текст какой-то, то там можно дуран уже и по лампу делять как-то. Угу. Ну, окей. Ладно, а что учим? Какие модели учим? Какие модели проходили? Ну, нам говорили, что сейчас деревья решения. Да. То есть про деревья решения вам еще не рассказывали, но говорили, что они уже применяются. Отлично. Это нормас. Или вам рассказывали про деревьев решений? Отлично. То я думал, что... Да, деревьев решений были, а вот их ансамбль еще нет. А, ну понятно. Окей. Ладно. Дальше, соответственно. Вы говорили еще о таких вещах, как исправление опечаток и поисковые подсказки. Тут кто может коротко, лаконично, квинтэссенцию выдать? Ну, я знаю, что там графы используются. Графы используются. В расстояниях левенштейна используются. Сейчас, еще раз. В расстоянии левенштейна. А как, возможно, исправленное слово будет соотноситься с теми словами, которые стоят после него и левенштейна. И вот здесь как раз применяются эти графы типа дерева. Ну, это и в споллчекерах используется, и, соответственно, в Т9 это все было. Окей. Так, а про саджисты кто что может выдать? Ну, там индекс запросов строится. И по нему уже куда-то полагать. Ну, там есть какой-то список явных таких-то, очевидных предположений, как это там, максимальное число запросов, а все остальное по индексу. Ну, то есть по индексу это имеется, и думаю, берем какие-то исторические логи, значит, запросы, которые задавали нашим пользователям, наши пользователи, да. И по ним фактически производим поиск, да, по префиксу. Но возникает вопрос, а как вот быть, если, например, запрос ни разу не задавался, то есть есть ли у вас какая-то возможность сгенерировать запрос, чтобы подсказать пользователю? По словарю. М? По словарю. По словарю что? Ну, просто слова чуть-чуть мешают, не только запросы не стоят. Словарь отдельных слов или чего? Да, словарь отдельных слов. Но не фраз. Или фраз? Не, фраз это сложно очень. Очень много. А чем отличается одно слово от, там, не знаю, двух слов? Что-нибудь про инграмные модели еще не говорили, нет? Или как-то мимо прошло? Про инграмные модели нет, не говорили. Ну, окей, ладно. Я думаю, у нас будет шанс восполнить данный пробег. Так, ладно. И в качестве основной модели поиска, значит, в первом семестре вы рассмотрели модель булева поиск. Вот. Кто про модель булева поиска готов? Вспомнись. Вы готовы? Давайте вспоминайте. Модель булева поиска, когда мы работаем, например, с парой запросов, и, например, их можем пересечь, объединить, вычесть. Так. Да, вот то есть у нас в булевом поиске есть некоторые операнды. Какие это операнды? Например. Конгинус и дизайн, все это официально. Ну, видимо, да. Видимо, булевые операции. Например, я тебя и раз мы делим по запросам, например, собираем набор выдачи, да, документов, и потом, впоследствии, применяем эти операции. Ну, мне кажется, что поиск булев не потому, что там вот эти операции, хотя можно и поэтому тоже, а то, что там нет никакого ранжирования. То есть мы ищем какие-то ключевые слова, и по принципу динозавра, либо мы его встретили, либо нет. Ну, по большому счету, да. То есть мы знаем просто про документы, что там есть, условно говоря, те слова запроса, которые пользователь ввел. Но мы не можем как-то дифференцировать, какой документ более хороший, какой менее хороший и так далее. То есть модель булевого поиска в общем случае это не предполагает. Отлично. И последнее, наверное, про что вам точно рассказывали, это, соответственно, сниппеты. Кто-то знает про сниппеты? Или Миша вас не просветил на эту тему? Ну, он рассказывал. Ну, а что-то не зашло, да? Да. Нет? Я лично, я мало спал, 3D. Ну, очень много. Да. Короче, мне не нравится вам сниппеты, понятно. Ладно. И по сниппетам не было, да, Маш. У вас был там, по идее, какой-то какал-конкурс на эту тему? Нет, какал-конкурс был на тему разделения спама. Так, а детектор концов предложения там? Да, был. А, все, понял, да. А про сниппеты ничего не было, конечно. Ладно, окей. Ок. Ладно. Что еще не упомянул? Ну, это как бы, в общем-то, модель булевого поиска, она как бы ложится без безобратного индекса. Подмешивание картинок, это, наверное, как раз к саджесту? Подмешивание картинок к саджесту? Нет. Ну, саджесту, да? Подмешивание? А, все-таки разные. О, я понял, окей, я понял, то есть, картина у вас достаточно смутная такая, после первого семестра осталась, ну, то есть, если вот такое рассказать. Ну, да ладно, короче, я более-менее понял, ну, то есть, что-то мы помним, что-то мы представляем, отлично. Так, что у нас будет в этом семестре? В этом семестре будет весело. У нас предстоит аж 14 занятий. Собственно, красным помечены те занятия, на которых предполагается получение домашнего задания. То есть, в общем случае, их будет сколько? Видимо, 6. То есть, и набрать вы сможете, по-моему, порядка, по опыту прошлого семестра, что-то, наверное, 120 баллов, если все сделаете вообще круто-круто. Вот, но, очевидно, как бы разболовка, она традиционная, то есть, там, по-моему, от 55 это тройка, типа от 75 это четверка, и, по-моему, от 90 это пятерка. Ну, то есть, условно говоря, вам не обязательно делать все, чтобы, как бы, набрать свои 5 баллов. Но другое дело, что надо что-то делать. То есть, в любом случае, там, домашки 4 вам, по-хорошему, конечно, надо сделать. Плюс, соответственно, будут 3 ключевые домашки. Две моих, одна Женя Чернова. Женя Чернова, знаете, да? Ну, вот, отлично. Ну, вот, соответственно, то есть, вот эти 3 домашки, они будут являться обязательными для того, чтобы сдать курс. То есть, если вы их не сдаете, не важно, сколько у вас там всех остальных баллов, важно, короче, сделать их. То есть, их в первую очередь, все остальное, как бы, опционально. Отлично. Так, про что, значит, будет у нас второй семестр? Значит, сегодня мы поговорим про основу обработки текстов. Почему именно основы? Потому что, ну, по-хорошему, такой раздел, как компьютерная лингвистика, он, в общем случае, может заслуживать сам по себе отдельного годичного курса. То есть, если вот в него упарываться и разбираться. То есть, там есть целые отдельные крупные направления, там целые монографии толстые написаны. В общем случае, конечно, если, как бы, туда вгрызаться, то это, конечно, не одна лекция. Вот. Ну, а какие-то основные вещи, которые необходимы непосредственно для поиска, мы, конечно, обсудим. Вот. Дальше, на следующем занятии вы, в принципе, продолжите, условно говоря, ну, не со мной, правда. Дима Соловьев, к вам придет, расскажет про скрытые маркерские модели, про коллокации, про инграммы, про вот это все. То, что, соответственно, вам не рассказали в предыдущем семестре. А дальше, соответственно, мы в основном будем говорить про ранжирование. И у нас будут два основных ключевых направления ранжирования, которыми мы будем заниматься. То есть, во-первых, это будет текстовая релевантность. То есть, это разговор о том, как матчить непосредственно запросы документ. И как понимать, что какое совпадение запроса документа – это хорошо, какое совпадение запроса документа – это не очень хорошо. Вот. И вторая тема большая, в которую мы будем смотреть, это будет поведенческое ранжирование. То есть, это ранжирование, условно говоря, с использованием каких-то поведенческих данных. То есть, как пользователи по серпу кликали, сколько времени они проводили на страничках и так далее. Как это все учитывать, как это правильно считать. То есть, какие модельки есть, что человечество придумало на текущий момент. ну вот все вокруг вот этого просылки тоже поговорите там всякие поджанки все остальное и вторую часть как бы курса она будет посвящена уже более продвинутым техникам то есть это мы поговорим про машинное обучение в ранжировании как вот эти вот все группы разнородных факторов скомбинировать в одну решающую формула которая будет непосредственно выстраивать серп целиком поговорим про нейронные сети в ранжировании какие есть подходы какие есть модели кто чем применяет из крупных игроков на рынке потом у нас будет значит отдельный такой крупное занятие то есть мы разберем ключевые домашние задания чтобы у вас как бы уже осталось какое-то глобальное понимание того то есть что мы от вас хотели как оно должно выглядеть вот то есть домашние ключевые задания они будут по машинному обучению в ранжировании по полу ссылочному ранжированию да и по базовому текстовом ранжирование то есть вот эти вот три темы они будут условно говоря у вас под особым контролем в этом семестре ну и в конце соответственно у вас будет не не что такое уже скажем так опциональная то есть это мультимедиа поиск то есть видео картинки там всякие такие вещи технологии поиска по лицам опять же с помощью нейронных сетей и контент на рекомендовательной системы них вам лишь придет расскажет варапаев ну вы его тоже уже сложно знать вот как-то так это собственно по структуре курса и по плюс-минус правилам игры более подробно мы конечно опубликуем это все надела на портале там вот прям вот будет крупные буквы написано правила игры чтобы потом никто не пришел и не сказал что типа чё-то вы ребята как-то не диска в общем если по этой части тогда вопросов нету давайте перейдем наверное уже какому-то содержанию нашей сегодняшней лекции очень хочется спросить возразить предложить ничего да конечно интер ливинг это про оценку качества поиска то есть в общем случае вы пока не знаете на самом деле какой поиск хороший какой плохой и мы соответственно попытаемся вам дать обзор тех методов и тех подходов которые опять же на текущий момент человечество придумал в этой области вот то есть на самом деле по-хорошему про ту же оценку качество поиска можно в принципе тоже делать отдельный семестровый курс вот но мы постараемся как-то в одну-две лекции уложить да кстати еще маленький момент это на самом деле программа которая у нас была в прошлом семестре и вообще говоря мы немножко хотели скорректировать ну то есть условно говоря что-то может поменяться пару лекций но основная как бы суть будет такая то есть от основной сути мы не уйдем так ладно давайте перейдем тогда непосредственно к содержанию нашей сегодняшней лекции мы будем говорить про лингвистику поиски и чтобы начать про нее говорить нам вообще говоря хорошо бы понять в каких местах и для чего нам лингвистика глобально нужно для для того чтобы это сделать нам по-хорошему нужно получить глобальное понимание того как у нас устроится устроено ранжирование в поиске в целом вот сейчас у вас есть какая-то разрозненная информация о разных компонентах поиска и в общем случае вот вы как бы понимаете что здесь обратный индекс вот вы знаете что есть модель булевого поиска а вот применяется ли реально модель булевого поиска на практике вы не знаете но я думаю по крайней мере что вы не знаете может быть вы знаете может может вы мне скажете что 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 все не так если бы у меня был небольшой сайт информационный то я использовал булев поиск и смотри смотрите вопрос другом вопрос вот есть крупные игроки на рынке да вот яндекс google мы не такие крупные короче но мы все еще есть я замечу и в общем случае здрасте какое какое ваше мнение на тему того модель булевого поиска вам рассказывали там типа полсеместра плюс-минус нафига и то что выдает булев поиск вот с этим уже надо что-то делать я думаю результат там будет довольно много если мы ищем там какое-то слово кучу документов которые соответствуют и уже их нужно как-то ранжировать и думать о нехорошие или плохие ступеногрение запрос да все верно на самом деле в любой поисковой системе любое ранжирование то есть формирование для пользователя по его запросу десятки финальных результатов она на самом деле разбита на стадии вы должны понимать что вот в тот момент когда пользователь задал запрос на самом деле происходит несколько этапов ранжирования то есть первый этап который есть у нас и про который вы на самом деле уже знаете это статический этап ранжирования то есть это и этап формирования поискового индекса то есть условно говоря у нас еще нет никакого запроса мы уже формируем базу и когда мы формируем базу мы вообще говоря пытаемся туда положить те документы которые пользователю по любым запросам были бы наиболее полезно то есть мы на самом деле что можем сделать можем проанализировать свой поток запросов понять какие запросы нам задают и под собственно под эти запросы накачать каких-то документов и положить себе в базу ну логично да но не спрашивают у нас там не знаю про разработку не знаю баз данных на си плюс плюс короче допустим не спрашивает нам в поиск соответственно мы не качаем такие документы и не кладем все в поисковую базу зато у нас спрашивают фильмы сериалы там порнографию больших количествах в общем вот это мы можем как бы себе положительно качать потому что мы понимаем кому мы будем это показывать в каких количествах и на каких позициях вот то есть уже этап на самом деле формирования поисковой базы он статический он не привязан непосредственно какому-то конкретному поисковому запросу но даже на этот этап это нужно понимать что мы из того множества урлов интернета которые мы знаем то есть это порядка там типа 100 миллиардов урлов мы себе формируем поисковую базу там но условно говоря здесь написано 5 миллиардов но в нашем случае это 10 миллиардов не так важно короче то есть условно говоря мы один порядок отрезали вот в этом месте то есть мы из сделали первый этап ранжирования мы сформировали поисковый индекс дальше соответственно когда уже у нас есть поисковый индекс он разложен на наших бэкэндах на нашем кластере и соответственно пользователи начинают приходить задавать запросы что происходит дальше соответственно нам вообще говоря нужно отобрать каких-то кандидатов документа которые хорошо бы пользователю показать как это можно сделать но вот здесь вот как раз начинает вступать в действие та самая модель булева поиск то есть очевидно что наверное в первую очередь нам хорошо бы отобрать те документы которые тупо содержат слова запроса ну то есть если человек не спрашивал про разработку баз данных на c++ а спрашивал там условно говоря фото голы и скачать то наверное как бы на следующую стадию ранжирования не имеет смысл там поднимать документы которые про разработку баз данных на c++ ну в общем вполне себе логичная логика и вот здесь вот как раз нужно понимать что модель булева поиска она имеет имеет место быть причем этот этап ранжирования он традиционно называется там в литературе все будете смотреть этапом фильтрации и по большому счету вот в этом месте лингвистика играет достаточно важную роль об этом собственно дальше поговорим дальше соответственно происходит так называемая после того как мод этих кандидатов отобрали да то здесь уже мы сколько видим словно говоря 10 в 7 это 10 миллионов документов дальше мы соответственно понижаем два порядка выбирая при помощи какой-то простой модели при помощи черного ранжирования наиболее скажем так подходящие документы то есть наиболее релевантные документы по какой-то простой модели вот и соответственно таким образом снижаем на два порядка количество документов которые нам нужно отранжировать и в итоге на финальное ранжирование нам приходит где-то порядка 10 четвертой документов и вот здесь вот начинается самая основная магия то есть здесь начинается самый условно говоря тяжелый мэй самые тяжелые факторы то есть мы здесь их начинаем высчитывать то есть это динамические текстовые факторы которые опять же в которых опять же немаловажную роль играет лингвистика то есть про то как насколько хорошо матчится запрос который нам задал пользователь и тот документ который конкретно мы сейчас обрабатываем вот и прогнав уже непосредственно машина обученную формулу ранжирования для этих 10 четвертых документов мы получаем те самые 10 результатов которые мы можем там пользователю отрисовать вот приблизительно в таком порядке и условно говоря приблизительно в таком в таком объеме она все работает вот вопросы тут ничего не понятно или или все ок с одной стороны все ок с другой стороны деталей пока не видно детали и вся лекция про это чем весь курс про это если что детали мы сейчас увидим ладно давайте мы начнем как-то знакомиться с терминологии для того чтобы ну потому что я что-то буду скользко упоминать вот эти все вещи и соответственно вам нужно будет ну как-то не знаю вот вот эти два термина плюс-минус запомнить для того чтобы у нас дальше не было каких-то расхождений в понятиях еще такой токен токен это экземпляр последовательности символов которые вот мы встречаем документе условно говоря то что документе написано в том виде как она там представлена это есть токен то есть он может представлять как там типа одно слово так какое-то множество слов там могут быть соответственно там знаки пунктации какие-то внутри этого всего дела но в общем случае то есть это какой-то фрагмент текста документа термин же это какой-то нормализованный токен про нормализацию и вообще какие типы нормализации бывают мы во многом будем говорить как раз сегодня по ходу лекций но здесь приведены некоторые примеры то есть понижение регистра и там применение какой-то морфологии исправление опечаток но и так далее так окей теперь соответственно поговорим про нормализацию широком смысле значит почему надо что-то нормализовывать почему нельзя оставить так как есть то есть вполне себе очевидно что очень многие сущности и слова в общем случае могут быть по-разному записаны как в запросе так о документе то есть люди подразумевая одно и то же могут по-разному это записывать то есть как в самих запросах существуют различные вариативные написания 1 1 1 этой же сущности так и в документах то есть мы можем видеть это в каких-то официальных документов какие-то условно говоря плюс-минус официальные названия на каких-то формах можем видеть там какие-то сокращения аббревиатуры еще что-то но в общем и хорошо бы нам вот эти вот все вещи уметь понимать потому что в этом случае мы сможем адекватно вот наши это и самые замечательные модели булева поиска вот эти вот все токены корректно обрабатывать нормализовывать превращать их термины и соответственно мочить уже на уровне поиска потому что если мы этого не сделаем мы тогда соответственно но все наши модели по большому счету работать не будет то есть отождествление того что написано в запросе то что написано в документе это одна из условно говоря таких краеугольных вещей которую делает делают как бы поисковой машины вот ну и соответственно во многом от того насколько качественно вы это делаете зависит качество вашей поисковой системы вот соответственно какие здесь есть пути технической реализации этого механизма как можно делать можно соответственно и запрос и документ нормализовывать превращать соответственно все токены из запроса и документов в термины и непосредственно работать уже как раз вот с этими самыми терминами то есть с нормализованным с нормализованными сущностями можно поступать наоборот можно поступать следующим образом то есть мы можем расширять запрос то есть мы Мы можем для каждого варианта, точнее, для каждого, скажем так, для каждого токена порождать какой-то другой набор токенов, то есть различные там словоформы, варианты написания там и так далее, и добавлять это в запрос. То есть, понятно, да, у нас такой развесистый будет запрос получаться со всеми вариантами написания этих слов. Этот подход, он является более гибким, и для каких-то частей поиска так и делается, то есть мы об этом будем говорить дальше. Но на уровне базовой нормализации так не делается. Кто может объяснить, почему? То есть вот есть, соответственно, два подхода, про которые я рассказал. То есть подход номер один – это нормализовать сначала все, а потом искать. И подход номер два – это, соответственно, ничего не нормализовывать, а наоборот порождать различные варианты написания какого-либо токена. Вот, как бы оба эти подхода, они как бы жизнеспособны. То есть поиск у вас и так, и так будет работать. То есть задача матчинга, она будет решена и так, и так. Но вопрос, почему придерживаются именно первого способа, а не второго. Если в поиске несколько слов, то есть надо по каждому слову. То есть у вас будет... И второй способ, он хорош, когда он вместе с ранжированием применяется. Ну и тот способ, который применяется вместе с ранжированием. Короче, нет. Да. Ну, вот вы правы. Основной поинт в том, что как бы вся поисковая система устроена так, чтобы пользователю отвечать быстро. Если мы, соответственно, так делать не умеем и начинаем на запрос пользователя показывать ему какое-нибудь сообщение, ну, типа, дорогой друг, значит, наша поисковая система доблестно обрабатывает твой запрос, к следующему Новому году ты по СМС получишь свой ответ или там почтой России получишь свой ответ. Ну, в общем, я не думаю, что, как бы, скажем так, пользователи после контакта с такой поисковой системой захотят на ней остаться и что-то там еще делать. Вот. То есть на текущий момент, как бы, пользователи привыкли, что запрос задал, ответ сразу получил. То есть если вы так делать не умеете, значит, соответственно, у вас плохая поисковая система. Вот. Поэтому, конечно, одна из ключевых задач поиска и разработчиков поисковой системы заключается в том, чтобы все работало, блин, быстро. Вот. Поэтому как можно больше вещей, они предрассчитываются заранее. То есть все факторы мы стараемся предрассчитывать заранее и считаем в продакшене только те вещи, которые вот непосредственно являются запросозависимыми. То есть когда нам надо вот запрос, который сделал пользователь, смачить с текстом документа, который вот у нас лежит в базе. То есть то, что мы не можем по факту сделать заранее, потому что мы не знаем все те запросы, которые пользователь может теоретически придумать. Вот. Но второй подход, тем не менее, для определенного округа задач, он имеет место быть, и мы об этом дальше будем говорить. Так. Обработка документа. Значит, где у нас находится обработка документа, это так, чтобы глобально вы понимали, в каких компонентах поисковой системы, значит, применить... О каких компонентах поисковой системы мы сейчас будем говорить, и о каких... Где именно будут у нас применяться лингвистические методы. Так. Ну здесь вот контентный анализатор и индексатор. Вот на этом уровне. Так. Итак, перед нами стоит задача обработка документов. Для того, чтобы нормализовать документ, нам в общем случае, вообще говоря, нужно сделать какие-то предположения о том, что такое документ, и о том, что мы этот документ можем, вообще говоря, автоматически разобрать. Но на практике, конечно, тут есть определенный рот, ну, определенный пласт проблем, и вот хочется спросить у вас, как вы думаете, какие проблемы здесь могут возникнуть? Какие у тебя есть письма, что считать документом? Часто еще. Инстаграм, что считать документом? Инстаграм, что считать документом? Страница. Так. Что мы там считаем? Если, допустим, крайне имейл-письма мы хотим как-то проиндексировать, или какие-то специфические... Ну, то есть тип контента. Тип контента, да. То, что вы описали, это на самом деле еще хороший случай. Бывают плохие случаи. Бывают, например, какие-нибудь там специализированные архивы, внутри которых лежат другие архивы, и в общем случае это может превратиться в такую там вложенную архив-бомбу, которая при распаковке может забить, например, все ваше место, ну, собственно, на индексаторе. То есть там как бы есть целый... Ну, короче, бывают реально нехорошие документы в интернете. Люди делают совсем страшные вещи. И на счет доступности для автоматического разбора или доступности документов, в принципе. Вот нам давали пример форума, где страницы генерируются при помощи JavaScript. И просто так выкачать этот документ не удастся. То есть придется там использовать спецсредства. Спецсредства? Это вы про что? Обычно, когда говорят про спецсредства, думают о чем-то другом. Да нет, это не паяльник для обмена. Что-то там связано с каким-то химическим элементом, что ли, название. Селень. Да, селень. Отлично, отлично. Нет, все верно, конечно. То есть если, например, у вас какой-то сайтик сделан на флэше или там какая-то страничка, она, допустим, там полностью генерируется JavaScript, то, конечно, если вы не зарендерите эту страничку, вы не узнаете контент. У вас просто будет кусок скрипта, проиндексировав который, вы, очевидно, потом не будете находить этот документ по соответствующим запросам. Да, все правильно. Ну, та же самая обвязка, которая относится к документам или не относится? Обвязка это несколько, это, наверное, несколько не про то. То есть, да, с обвязкой есть определенная сложность, то есть есть целые, ну, вам про это рассказывали, есть там группа методов, как можно с ней бороться и так далее. Но обвязка это все-таки несколько не про то. А вот какие у нас проблемы возникают непосредственно с документом, когда мы его пытаемся процессить? Вот чтобы нам обеспечить вот ту самую задачу. То есть вот у нас есть запрос, у нас есть документы. Мы всегда хотим, чтобы они как бы были в одной форме. То есть мы хотим, чтобы то, что пользователь написал в запросе, соответственно, и то, что мы достанем из документа, оно как бы вот матчилось потом при поиске. Ну, может быть, такой случай, что один написал дифференциальный бином, а другой ищет биномиальный дифференциал. И как понять, что это значит? Я понял вас. Нет, я несколько про другое на самом деле говорю. То есть мы, смотрите, мы сейчас не столько вот непосредственно лингвистики касаемся, сколько каких-то вот базовых проблем разбора документа. Кодировка, вот правильно, кодировка, форматы. Ну вот девушка тоже правильно. А как вас зовут, кстати? Да, она. Да, она, вот отлично. Да, она сегодня все правильно говорит. То есть, да, действительно, есть проблема с кодировкой, есть проблема с форматом. Давайте сразу к полному списку перейду. Соответственно, то, что вы говорите, это да, это все тоже имеет место быть. Но, то есть, основное, когда мы встречаемся с каким-то документом, то есть у нас основной челлендж заключается в том, что вот мы встретили PDF. PDF там он бинарный, условно говоря. Что нам делать с ним? Он еще не с картинками бывает. Да, вообще ужас, катастрофа вообще. А еще бывает в каком-нибудь там страшном архиве. Вот, и вообще непонятно. И там он может быть не один, а, например, там их может быть 10 миллионов. А мы их в одну папку на диск распаковали, и вообще у нас все плохо стало. И диск слоупочет у нас. Ну вот. И, то есть, проблем реально может быть вокруг этой штуки достаточно много. И для каждого формата, если мы хотим по этому формату искать, нам нужно иметь какой-то соответствующий парсер. Причем форматы нужно понимать, они могут быть как открытые, да, тут же HTML. Все знают, как парсится HTML, так и закрытые, например, Word. Он там типа проприетарный формат. Есть там типа тузы всякие на уровне OpenOffice, которые могут как-то криво его открывать. Но, условно говоря, нету какого-то универсального механизма, которым можно взять и, соответственно, идеально распарсить вордовый документ, ну, условно говоря, для разных версий вот этого Microsoft Word. Потому что бывает там Word формат документа 2003 года, бывает там 2010 года, бывает там 2013 года и так далее. И у всех у них какая-то там своя спецификация, что-то там добавили, что-то убавили. Тут какие-то смещения там поменяли и все, как бы. То есть у вас тот парсер, который, например, работал раньше, сейчас как бы работать перестал. То есть это как бы проблема, это требует постоянной поддержки, там, разработки и так далее. Так, про кодировку документа сегодня вообще отдельно поговорим. Никто не сказал про язык документа. Такая вот маленькая глупость. То есть, например, вы, не знаю, качаете корейский спам и в общем случае не понимаете, что это корейский спам. А думаете, что там все хорошо. Так, ну и соответственно, уже задачи, которые у нас есть непосредственно в области, больше относящиеся к лингвистике, это токенизация и сегментация. То есть, когда мы пытаемся, соответственно, как-то фрагментировать текст, с которым мы встречаемся. То есть, дальше, после того, как мы на токены это все дело нарезали, мы хотим это превратить в термины. Здесь у нас работает нормализация и лимитизация. Дальше немаловажная часть, соответственно, задачи – это выделение объектов. То есть, условно говоря, ну, про это мы дальше поговорим. Например, имена собственные, телефоны и другая всякая бодяга. И зоны документа тоже, на самом деле, кажется, что достаточно такая простая задача. На самом деле, для разных форматов документов нужно эту логику поддержать. И на самом деле, вот это зонное ранжирование, использование зонных факторов ранжирования, оно вполне себе является жгущим, то есть, приносит достаточно много профита. Когда мы документ делим на зоны, то есть, отделяем title, там теги h1, h2 и там основную бадюку – это какой-то документ. Вот. То есть, делаются такие вещи. Ну и последнее здесь – это вычисление всяких разных текстовых факторов, которые мы можем заранее предрассчитать. Ну, про это у нас дальше будет много чего рассказано. Так. Ну, давайте поговорим про некоторые примеры нормализации. Значит, вообще говоря, нужно понимать, что в общем случае нормализация, она зависит от языка документа. И тот мид, который мы, например, видим, не знаю, в немецком языке, это совсем не тот мид, который мы видим в английском языке. То есть, если мы это будем матчить, мы потом будем находить что-то нерелевантное, скорее всего, по, не знаю, по запросу MIT. То есть, мы будем еще какие-то немецкие тексты подтаскивать, которые нафиг там никому не сдались. Опять же, то есть, всякие темы, связанные с ударениями, с диакритикой, с умляутами, которые присутствуют в разных языках. То есть, нужно уметь как бы с этим всем работать, нужно уметь это все как-то канонически представлять, нужно уметь это нормализовывать. Вот. Ну и здесь, конечно, самый главный основной вопрос заключается в том, как пользователи сами предпочитают, собственно, такие слова писать, потому что в зависимости от этого мы будем в таком же виде это как бы нормализовывать. Так. То, что касается еще классов эквивалентности, про что можно упомянуть, это так называемая фонетическая эквивалентность. То есть, это когда, условно говоря, вот человек, не знаю, услышал там в маршрутке какую-то песню, а потом, соответственно, пытается в поиске ее вот как услышал, так и набить. То есть, и по-хорошему нам бы понять, что он имеет в виду, но зачастую это бывает очень непросто. То есть, он слышит обычно даже не близко к тому, что там действительно происходит. Мы висели письма корейский спал. Про с корейским спал вообще все плохо. Да, просто. Да, все так. Да, ну и соответственно, семантическая эквивалентность, про нее мы сегодня тоже отдельно как бы будем говорить, это фактически то, когда мы хотим отрождествить какие-то понятия, какие-то термины, которые в общем случае имеют какую-то, ну, синонимичный смысл. Так, регистр. То, что касается регистра у нас, значит, ну, про MIT и MIT мы поговорили, про всякие разные аббревиатуры тоже, наверное, стоит упомянуть. То есть, это когда у нас есть какие-то названия каких-то там, не знаю, организаций или еще чего-то, короче. То есть, бывает код, который из большой буквы все написано, бывает код, который обычный домашний код. Вот, в общем случае, то есть, можно, ну, точнее, как, чаще все на практике, конечно, если у вас нет никаких априорных знаний о том, что это действительно есть, то есть, если у вас, например, ваш модуль выделения объектов, собственно, работает с недостаточной полнотой, то, как бы, хорошей практикой является просто все привести к нижнему регистру, как бы и не париться, условно говоря. Но, то есть, нужно понимать, что, вообще говоря, чем лучше вы такие кейсы обрабатываете, тем точнее вы, по факту, потом находите те результаты по соответствующим запросам, где вот такие вот слова упоминаются. То есть, чтобы у вас не было всяких, вот, по коту не находилась там калининградская областная таможня, вам, соответственно, хорошо бы уметь дифференцировать, ну, отличать одно от другого. Еще проблемы. То, что всякие, то, что связано с токенизацией, это, соответственно, вот эти, опять же, имена собственные, написание через дефис, какие-то именованные сущности, да, то есть, Сан-Франциско, например, то есть, понятное дело, что в общем случае, то есть, вероятность встречи, например, отдельно слово Сан в тексте, отдельно Франциско в тексте, оно, условно говоря, сильно меньше, чем встреча, совместная встреча этих двух слов. То есть, вот так оно упоминается редко в текстах, вот так оно упоминается редко в текстах, вот так оно упоминается часто в текстах. Вот, то есть, и во многом задача, как бы, поисковой системы, проанализировав какое-то значительное количество текстов и проанализировав запросы пользователя, понять, что это какая-то именованная сущность вообще говоря за положить в индекс именно вот эту всю конструкцию как бы целиком вот но тут тут опять есть как бы еще две две крайности два момента вот у нас есть типа йорк университет и нью-йорк университет то есть опять же словно говоря какая тут история то есть мы если мы не выделяем вот это что вот эту штуку отдельно как как объект целиком то соответственно если мы ищем эти слова по отдельности то документ в котором встречается например вот эта штука и вот эта штука ну то есть они будут иметь как бы одинаковую релевантность потому что мы вот это вот взяли с матери то есть например пользователь задал такой запрос нашли документ в котором встречается вот эта вещь нашли документ в котором встречается вот эта вещь ну и соответственно они у вас в данном конкретном случае никак разделены не был даже по-хорошему конечно нам нужно понимать что вот это отдельная именованная сущность и вот это отдельно именованная сущность и в индекс мы тогда кладем соответственно вот это вот так вот а вот это вот ну то есть тоже совместно так то что касается дат ну чисел дат и вообще вокруг этого все то есть нужно понимать что это вообще большая проблема которая есть особенно это касается всяких национальных стандартов описания всяких дат времени и всего прочего опять же денежные суммы то есть в разных в разных странах есть разные свои спецификации того как это в текстах должно упоминаться и так далее и по-хорошему чтобы это все вот нормально обрабатывать и находить безусловно конечно нужно уметь с этим со всем работать то есть нам нужно отождествлять и вот эту штуку и вот эту штуку вот эту штуку и в индекс класть какую-то каноническую форму от этого всего чтобы потом когда человек например придя и написав по-русски там 20 марта 91 года мы мы нашли все документы в которых есть и вот это и вот это и вот это ну что если мы этого не сделаем но очевидно как бы все будет полная фигня вот ip адреса номера телефонов то есть это все отдельные кейсы которые нужно обрабатывать это все отдельный труд как бы отдельно отдельные заморочки окей по документу есть какие-то вопросы сейчас мы будем говорить про обработку запроса нет вопрос ну то есть понятно с какими проблемами мы сталкиваемся понятно какие задачи мы пытаемся решать про то как мы их пытаемся решать мы пока не говорим окей давайте теперь про обработку запросов значит вот пришел к нам пользователь вбил на фронтенде не знаю там фото голые скачать как обычно и соответственно вот первое что нам предстоит сделать это его запрос как-то разобрать нормализовать и превратить форму которую способна как бы понять поисковая система для того чтобы вернуть ему поисковые результаты какие тут задачи и проблемы возникают значит да бывает так что запросы задают не по-русски вот такое происходит иногда наши поисковой системе то есть и там одна из задач которая здесь возникает от распознавания языка если вы правильно распознали язык то там пол дела уже сделано то что вы неправильно его распознали скорее всего вы найдете такое что никому она не подойдет кстати немцы пишут свои существительные с большой буквы или тоже ленится насколько я знаю все пользователи ленятся никто с большой вот они даже не дописывают то что они хотят они они вот начинают писать там вводят не знаю три буквы и хотят уже и саджеста получить то что им нужно вот то есть пользователь меньше пошел вообще дофига ленивый а пишут вообще люди пишут длинные запросы в основном тогда когда они что-то копипастят откуда берется просто тупо какой-то фрагмент текста там не знаю кто-то так куда-то скинул это или из письма или еще куда-то вот просто и угоняется это в поисковую строку как есть и тогда вот да там встречаются какие-то большие буквы там знаки припинания там все остальное а во всех остальных случаях там если человек что-то сам убивает это вот скорее всего там максимум 5 символов дальше уже соответственно он либо начинает пользоваться поисковыми подсказками и потом что-то туда дописывать либо соответственно просто сразу проваливается в поисковую подсказку и все дальше исправление опечаток то есть безусловно мы понимаем что не все у нас пользователи они дофига грамотные то есть и где-то порядка наверно 12 12 15 процентов потока запросов она просто идет с опечатками дальше перед нами стоит задача токенизация это опять же ну то есть ровно то же самое о чем мы говорили а на уровне документа то есть мы разбиваем запрос на какие-то на какие-то элементы дальше мы эти элементы нормализуем и лиматизируем то есть пока я не рассказал что такое лимитизация но вот про этом дальше поговорим после этого у нас происходит так называемый работает механизм к референции то есть это наша попытка расширить запрос то есть его как-то обогатить сделать его более понятным для поисковой системы для того чтобы максимально полную картину получить в плане возможных результатов потом уже непосредственно при поиске дальше переформулировки запросов то есть это опять же механизм который призван как-то уточнить пользовательский запрос ну то есть условно говоря например если мы чуть-чуть заспойлерю вам тему что если мы например знаем что допустим пользователь пользователи скажем так по какому-то запросу его часто еще переформулируют во что-то другое то мы например можем сразу там дополнительно по этому запросу подмешать результаты и по переформулированному запросу то есть использовать такую логику дальше соответственно у нас стоит задача сегментации запросов и выделение опять же объектов для того чтобы когда мы например встречаем дату в запросе чтобы мы не разорвали чтобы мы искали как единое целое что у нас не получился результат такой что у нас там не знаю пользователь у нас там спрашивал там не знаю 11 мая там 68 года мы ему начинаем там находить не знаю 11 чего-нибудь там попугаев там не знаю в 68 году гуляли в мае в парке как ну то есть полная какая-то это полный неадекват то есть чтобы чтобы такого не было то есть нам непосредственно нужно какие-то объекты извлекать из запроса сегментация это фактически вот ну это по большому счету тоже про извлечение объектов то есть нам нужно как-то нарезать наш запрос на какие-то смысловые части то есть выделить какие-то ну так называемые смысловые куски ну то есть это то что называется к локации на самом деле это то что вам будут рассказывать на следующей лекции про вот эту штуку да бывает и так соответственно бывают случаи когда например нам совсем сложно как-то сегментировать и токенизировать наш текст то есть вот например в китайском языке нет совсем пробелов вот то есть нам мы не можем тупо там не знаю по каким-то пробельным символом там или по каким-то разделителям все посплитить нам нужно писать какую-то интеллектуальную логику вокруг всего этого ну а что то чтобы это уметь делать нужно в поисковой системе соответственно в партере запросов поддерживать каждый соответствующий язык то есть его нужно сначала задетектить и потом соответственно еще понять где какое слово есть ну или там условно говоря не не слова какой-то объект бывают еще и в европейских языках такая тема как компаунды это какие-то составные существительные ну вот например там этого в основном вокруг того же немецкого языка часто встречается также у датском шведском то есть это когда вот мы видим какие-то длинные длинные слова составные из разных слов и вообще говоря вот если нам пользователь ввел допустим какие-то какие-то части условно говоря ну вот этого всего слова в поисковую систему мы в общем случае хотим хотим находить также документы которые содержат вот это слово целиком вот это да нет да по моему компания по страхованию страховая компания короче как раз компания сушки я врать не буду по моему по моему нет я когда короче я когда видел эти слайды там вроде вроде это промо про страховую компанию был компания по страхованию жизни ну как бы может может быть и нет проблема понятно да то есть мы в общем случае хотим это как бы порезать на куски вот также бывают ситуации когда вот например там богу по французском языке мы наблюдаем вот такую картину когда у нас собственно два каких-то слова слопывается в одно другое то есть в общем случае мы конечно тоже хотим условно говоря там по по одному находить другое то есть как бы с точки зрения смысла как бы мы понимаем что это одно и то же ну и бывает как бы совсем эзотические случаи слава богу мы не делаем поисковую систему для эскимосов но если вы вдруг например хотите сделать какой-то стартап например поисковая система для для малых народов ну в общем можно можно наверно заморочиться то есть это язык в котором вообще нет пробелов насколько я знаю и все все отпишется слитно да бывает например еще такая экзотика когда например в японском языке есть четыре официальных разных алфавита и из каждого ну то есть запрос от каждого пользователя может поступить на любом из них ну и очевидно нам нужно находить то есть все документы по каждому из вот подобных ну то есть это четыре системы письменности да то есть и вне зависимости от того в какой системе письменности пользователь ввел свой запрос нам нужно конечно документы находить всякие Так, теперь то, что касается большой и серьезной темы, это так называемые name entity recognition, это не очень тривиальная задача в общем случае, и это как раз задача про то, как из запроса или из документа выделять как раз объекты. То есть это то, что касается фамилии и отчества, телефоны, адреса, даты, названия песен, книг, ну то есть вот это все, то есть какие-то именованные сущности, смысловые объекты, которые в общем случае очень не рекомендуется разделять на этапе поиска. Потому что если вы это делаете, вы как бы, ну фактически гарантируете себе ситуацию, в которой вы скорее всего найдете что-то не так. То есть вы ошибетесь при поиске, если вы разорвете вот этот объект, ну то есть у вас там спросили Иванов Иван Иванович, а вы нашли там Иванов Иван Сергеевич, короче, то есть это фейл как бы полностью. То есть вам нельзя вот эту вот всю конструкцию как бы разделять, но с другой стороны нужно понимать, что помимо основного поиска, который у вас есть, который точный, да, который у вас идет на точное соответствие, у вас всегда есть такой трейд-офф, что, например, если у вас в индексе нет ни одного Иванова Ивана Ивановича, то тогда возникает вопрос, а что можно показать пользователю? То есть не показать. Наверное, не надо их показывать, потому что им нужен Иван Иванов, а не Иван Иванович Петров. А если он ошибся? Остальных Иван Ивановичей, и остальных не Ивана Ивановича, но тоже Иванович. А почему так? Пользователь ошибся, а на самом деле он был не Иванович. То есть что важнее показать, Ивана Ивановича или Иванова Ивана? Важно не Иванова Ивана. Почему? Потому что фамилия... Мне кажется, фамилию пользователя чаще запомнить, чем подчество. Точнее человека фамилия. Ну, смотрите, на самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, надо, конечно, смотреть на пользовательское поведение в общем случае. Потому что любые наши домыслы на эту тему, они обычно очень редко согласуются с практикой, особенно у наших пользователей. То есть не всегда то, что нам кажется понятным и очевидным, в общем случае оно имеет подтверждение на пользовательском поведении. О, теперь мы переходим к замечательной теме про кодировки. Значит, с кодировками все очень круто. Значит, кодировок их придумано гигантское количество, но на данном слайде перечислены основные кодировки, которые в общем случае популярны в российских интернетах. То есть, во-первых, это ASCII кодировка, 7-битный стандарт. Сейчас мы про нее отдельно поговорим. Поговорим про русские кодировки, которые исторически как бы в Рунете встречаются и применяются в разных операционных системах. И поговорим про Unicode вообще. В целом про стандарт и про то, какие кодировки существуют для представления Unicode. Итак, первый стандарт, скажем так, первая кодировка, как бы первая кодовая страница, которая появилась, это вот American Standard Code for Information Interchange. придуман в 1967 году, вот, и представляла себя таблицу из 128 символов, то есть это первая половина бита, байта. Вот, и что в ней есть? То есть в ней есть на самом деле набор некоторых управляющих символов, есть, соответственно, латинский алфавит, есть какие-то цифры и, соответственно, вот там, знаки там сложения, умножения. То есть на текущий момент вот этот вот ASCII стандарт, он присутствует в любой кодировке, в любой кодовой странице, то есть вне зависимости от того, какой платформой вы пользуетесь, какой операционной системой там и так далее. То есть вот это вот, скажем так, вот этот набор символов у вас на любой системе всегда присутствует. Вот. Далее, соответственно, второе, что нужно упомянуть, это кодировка COI-8R. Она придумана в конце 80-х годов в СССР. Неожиданно, да? Кто знает, как COI переводится? GM-код обмена информации. Да, вы знаете. Да знаете, знаете, в любом. А что не догадаться? Если в Америке был full information exchange, то и в советские все скопировали, а в американское только по-русски. Отлично. Ну окей, ладно. И на самом деле, то есть вот эта штука, это уже, соответственно, как мы видим, вторая половина байта. То есть это, соответственно, дополнение вот к этому набору, который есть здесь. Вот. И здесь, соответственно, что мы видим? То есть не кажется ли вам, что эта штука, она какая-то несколько странная? Ну то есть здесь какой-то русский алфавит, он... А что такого странная? Он какой-то не по порядку, что ли? Ну они заменить английский пытались. Они заменить английский пытались в таком же порядке. Заменить английский? Ну вот как идет, и посетить, и так, и там все идет буква. Вот здесь, да? Ну он... Ну да. Ну смотрите, у нас... Да, на самом деле вы правы. То есть это было сделано как раз для... Транслит, наверное. Да, причем там забавный транслит, если вы обратите внимание. О, сейчас. Вот здесь вот. То есть если вы видите, на самом деле транслит только еще в капсе. То есть, условно говоря, у вас маленькие русские символы конвертятся в большие английские и наоборот. Ну точнее, большие русские, они конвертятся в маленькие английские. Ну и, соответственно, маленькие русские, они конвертятся в большие английские. То есть, на самом деле, когда вы, например, начинали пользоваться, условно говоря, какой-то системы которая не поддерживает эту кодировку вы по-прежнему могли наблюдать что-то вполне себе ну скажем так какой какой-то читаемый набор символов то есть хотя бы в вот таком вот кривом транслите вы могли на самом деле понять что что вообще как бы там человек в этом тексте пытался написать так это то что касается q8r и до сих пор на самом деле на многих linux платформах вы можете эту ну как бы юник с подобных платформах вы можете эту кодировку встречать вполне себе еще одна кодировка российская ну как не российская то есть ее по моему придумали если не ошибаюсь в объеме вот и соответственно она в основном была распространена в этом в досе кто в душе вообще работал но вы работали в досе но если вы работали в досе то вот вы наверно сможете ответить тогда на вопрос почему соответственно здесь есть такая странность что у нас есть ну то есть маленькие русские символы они как бы разорваны то есть если все большие буквы они как бы но представлены непрерывно да то есть вот в порядке алфавита и соответственно все 32 то то что касается маленьких здесь мы соответственно наблюдаем что у нас первая строка она соответственно представлена полностью дальше у нас идут какие-то вспомогательные символы и дальше идет продолжение типа чё это за фигня зачем так сделано что за глупость давайте идей если вы пользоваться если вы пользовались пользовались этой штукой то знаете мне кажется на самом деле если не знаете то так сходу не придумать нет где то есть только команды сбивала в командной строке я понял на этом ваша знакомства закончилась во 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 смотрите если вы издали но нортон командор это уже ближе ближе к телу как если вы помните там соответственно нужны команды там как бы все представлено в таком в табличном варианте и там вот как раз вот эти вот полосочки они как бы везде представлены в виде разделить помните да 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 его смысл то в чем на самом деле если вы например пользователь есть какой-то системы которая не поддерживает вот эту кодировку cp-866 а например там ну поддерживались другие кодировки того же семейства то есть там например какая-то латинская ну то есть латинская кодовая страница условно говоря у всего семейства таких кодировок у них вот эти символы стоят на вот этих местах да на них те же позиции и условно говоря то есть вы могли не видеть русский текст но вы могли видеть хотя бы эту рамочку доса что что по-прежнему все работает что ничего не уехала никуда и так далее вот поэтому поэтому вот она выглядит так странно так ну теперь наверное про это все знают чуть такое windows до стандартная винтовая кодировка которая соответственно по моему 90 98 что ли windows а по-моему 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 нет я в виндовсе в основном уже с девяносто восьмом уже с девяносто восьмом проскочил мимо вас да пятое это пятое это которая от 3.1 нет нет 95 windows сейчас у нас эксперт эксперты windows собрались девяносто восьмом я прошел все я прошел все больше отрыва доса нет нет 95 это тоже на самом деле та же настройка над досом то есть это система которая уходит защищенный режим вот 98 это такая же система окей вы 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 плотно работали даст с windows 98 начинал с девяносто восьмого подпоз девяносто восьмого это понятно имеет больше и опыт в этих делах так что нужно сказать нужно сказать что начиная с определенного момента вот таких вот кодовых страниц то есть однобайт новых кодировок которые я вам показал особенно в разных системах письменности в разных языках накопилось в общем случае достаточно большое количество и концу где-то восьмидесятых годов начало девяностых как бы человечество осознало что в общем случае так как бы продолжаться больше не может и нужно иметь какую-то какой-то универсальный стандарт который бы поддерживал разные системы письменности точнее объединял бы в себе воедино и соответственно то есть было принято решение создать такой стандарт в котором в который добавить все существующие скажем так символы которые есть во всех кодовых страницах которые на то время имели место быть плюс очевидно зарезервировать какое-то количество дополнительное место для того чтобы можно было добавлять что-то новое потому что понятное дело что существует гигантское количество разных систем письменности есть разные специальные значки специальные специальные символы которые применяются в определенных областях и соответственно их хотелось всех как-то унифицировать чтобы условно говоря не каждый там Вася который хочет там создать свою кодовую страницу вот ее отдельно создавал и превращал вот в эту 1 байтовую кордировку чтобы было было какой-то какой-то единый стандарт который который могли бы пользоваться все и который бы все эти символы бы содержал вот и соответственно по-моему где-то в начале 90-х собственно такой стандарт вот придумали называется это стандарт Unicode и что он на себя представляет значит все пространство Unicode оно разделено на 17 плоскостей по 2 в 16 символов вот причем по стандарту первые 128 символов они совпадают с кодами ASCII то есть это вот по-прежнему те самые по-прежнему тот самый американский стандарт который поддерживается на всех платформах о котором я говорил ранее при этом нулевая плоскость это так называемая base multilingual plane она содержит основные символы наиболее употребительные остальные соответственно плоскости они содержат символы каких-то редких письменности специальные символы там и так далее плюс дополнительно существуют 2048 кодов которые зарезервированы под так называемые суррогатные пары про них поговорим чуть позже ну и вообще как бы чтобы вы понимали на текущий момент по стандарту не код вот он допускает возможность закодировать вот такое вот количество различных различных символов то есть ну и чтобы у вас как бы картина общая сложилась на текущий момент на самом деле использована сильно меньше порядка по моему меньше 15 процентов задействовано то есть еще можно как бы расти и расти да 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 то есть все уже добавлено но тем не менее как бы вот еще достаточно большой объем запасе остался при этом как мы сейчас будем говорить то есть для добавления новых символов в Unicode есть такие очень достаточно серьезные ограничения то есть вообще говоря каждый символ при добавлении его при попытке добавления его стандарта проходит рассмотрение то есть нельзя просто прийти и сказать что я вот нарисовал вот это как мы вчера с друзьями сидели хорошо я что-то выпил и нарисовал вот это ну то есть мы тут в техносфере сидели сделали нейросетку она нам нарисовала вот это не хотим да скорее всего не возьмут так что это ага ну и соответственно первое о чем наверное стоит упомянуть в качестве кодировки для представления Unicode стандарта это то что уже сейчас по факту в интернете стало стандартом де-факто это утф-8 значит что такое утф-8 и как бы для чего изначально эта вся штука создавалась то есть поскольку у нас смотрите символы теперь не укладываются в один байт то вообще говоря возникает вопрос как нам все эти данные которые вот у нас есть ну точнее вот какой-то закодированный символ Unicode как нам его передать по какому-то каналу связи и вообще у нас могут возникнуть проблемы ну вот соответственно не знаю есть у нас там допустим текст который вот мы взяли кода Unicode и соответственно каждый символ каждому символу приписали его код и хотим куда-то там передать вот что какие у нас при этом проблемы могут возникнуть на практике у нас 8 бит 1 байт 8 бит да все только с этим связано сейчас ну то что проблема то в чем ну 1 байт 8 бит да ну то есть в чем да в чем да это два байта у меня да и вот какой пар нам нужно еще понимать ну там есть и первая часть пара и вторая часть пара нужно их разделять между собой и понимать что типа 4 байта это тоже для этого есть хедер в документе где мы говорим явно что у нас какой-то кавировки сейчас нет все не так условно говоря вот мы мы сейчас на низком уровне работы вот вот представьте себе ситуацию что вы живете в мире в котором все до текущего момента играли по правилам того что любая кодировка она 1 байтовая а теперь вы хотите условно говоря какой-то символ там не знаю например в 4 байта взять и передать будет 4 символа старой кодировки или соответственно какая еще может проблема возникнуть если вы передаете например символ из кодовой таблицы ASCII которая есть то да то есть у вас получается что вы добавляете лидирующие нули то есть у вас какие-то байты будут там забиты нулями ну очевидно когда приемник встречает там типа ноль он думает ну то есть язык си думает что как бы ноль это конец строки типа типа удачи ну то есть очевидно что вот в этом в этом месте бы все сломалось вот поэтому соответственно для обхода вот этой всей ситуации и разруливания вот этой проблемы придумали кодировку UTF-8 которая как раз предназначена для передачи Unicode по 1-байтовым каналам связи значит как оно устроено начало начало этой кодировки оно аналогично первой половине таблицы ASCII вот и что что еще немаловажно ну то есть любой ASCII символ он передается вот как есть то есть нифига не меняется а остальное соответственно все остальное оно обладает так называемым свойством самосинхронизации и в общем случае любой символ он может быть закодирован любым количеством байт сейчас я вам расскажу про что такое свойство самосинхронизации смотрите условно говоря представьте себе ситуацию что вот у нас есть однобайтовый канал связи и представьте себе что с этим каналом связи что-то произошло текст мы начали например читать не сначала а где-то середины ну например бахнули мы там куда-то в середину середину потока то есть не в начало текста а вот куда-то вот куда-то произвольно там в какую-то его часть ну беда печаль нам нужно будет понять за какого места начинается наш чек 3 да 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 все все абсолютно верно и так смотрите а для для этого что придумали в кодировке у тф8 значит придумали следующую вещь значит если у нас символ кодируется одним байтом он передается в таком виде то есть мы имеем здесь ну то есть если если у нас ки он идет в таком виде то есть у нас есть лидирующий 0 и 7 бит для того чтобы аске символ закодировать если соответственно больше то есть если символ как бы больше чем ну то есть не из аске тогда соответственно мы его кодируем условно говоря двумя байтами причем что мы делаем мы к первому байту добавляем условно говоря количество единичек равное количеству байт которая которая на самом деле символ данной представляет поняли да то есть если у нас здесь записано первые два бита то читать нам нужно два байта вот соответственно второй байт он в себе соответственно содержит лидирующий единицу и лидирующий 0 за ним и условно говоря смотрите что получается а дальше если у нас символ кодируется тремя байтами то схема ровно такая же то есть мы сначала проставляем сколько байт нам нужно прочитать а потом соответственно ну то есть все их все их непосредственно читаем вот причем каждый вот этот вот вспомогательный байт который у нас есть он соответственно у себя в начале содержит 0 единицу вот и всегда вне зависимости от того с какой с какой как бы части текста мы начали читать пусть даже из середины то есть условно говоря если мы встретили такую конструкцию окей значит мы с этого момента считаем что у нас все нормас и мы можем читать это дальше то есть мы понимаем что это нормальный текст если мы встретили такую конструкцию мы говорим да тоже это как бы уже валидный текст мы это можем читать Если мы встретили байт, в котором первые единицы и ноль, мы говорим, нет, это какая-то фигня, это середина текста, надо все проскипать до того момента, пока не встретим либо такую конструкцию, либо вот какие-то такие конструкции. Понятно, да? То есть и за счет этого мы добиваемся абсолютно гарантированно свойством самовосстановления. То есть мы никогда не испортим текст, не превратим его в фарш, если будем придерживаться такой логики. Еще, мне кажется, вот лидирующий номер дает совместимость с первой частью таблицы АСКИ. Ну, вот да. Очевидно. Оно вроде тут и написано. Отлично. Так, теперь то, что касается кодировки УТФ-16. Значит, что она из себя представляет? Кодировка УТФ-16, она представляет из себя следующую штуку. Значит, нулевая плоскость, она у нас кодируется так, как есть. Соответственно, ну то есть это вот это вот самый, base multilingual page. А символы из других плоскостей у нас кодируются парой слов с помощью специальной суррогатной пары вот этой. Вот. Причем у нас в этой конструкции важен порядок слов в байте. А, порядок, ну господи, порядок слов в байте. Надо первый взял порядок байт в слове. При этом дополнительно, что мы еще делаем? Чтобы, чтобы это поддержать, нам нужна такая штука, как байт-ордер-марк. То есть, и в зависимости от платформы, на самом деле, мы проставляем в начале текста. Наверное, все сталкивались с этой штукой. Вообще, с кодировками уже вы работали, как-то сталкивались? Ну да, есть такое байт-ордер-марк. Да, ну, соответственно, то есть, бом, его вставляют как для УТФ-8. То есть, например, тот же, по-моему, блокнот под Windows, он в любой текст пытается присунуть этот байт-ордер-марк. Вне зависимости от того, нужен ли он там, не нужен. Да, Unixone, они вроде не очень любят байт-ордер-марк. Да, да, да. Там в этом-то и прикол, что вы, когда открыли, не дай бог, эту штуку блокнотом на винде, потом сохранили и, соответственно, скопировали куда-нибудь на какую-нибудь Linux-платформу, вы можете увидеть, что с вашим текстом произошло непоправимое. Ну да, и когда в Android-приложении я книжки записывал в текст-информате, когда нужно было убрать этот бомб, иначе там возникала дичь. Окей. Вот. Соответственно, есть два варианта кодировки URTF-16, то есть есть либо Big Indian формат, то есть это о старших разрядах к младшим, причем по умолчанию всегда идет именно он, либо Little Indian, то есть когда наоборот, от старших разрядов к младшим. А где же наоборот? Да, 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 вот это, да, Little Indian, это от младших разрядов к старшим. Вот. Ну и, соответственно, кодируется, это здесь все по аналогии с, ну, условно говоря, как мы видели в случае с UTF-8, только, условно говоря, у нас вместо одного байта мы используем два байта. Так. О, вот это интересная тема. Смотрите, как я вам сказал такую штуку, что на самом деле на текущий момент в Unicode далеко не все символы, вообще говоря, можно добавлять. То есть есть специальный консорциум, который опрувет добавление каждого там отдельного символа, то есть вот в этот стандарт. И вообще говоря, вообще говоря, то есть это ввели не сразу, то есть это ввели там после, по-моему, да, где-то к 2000 годам это появилось. То есть там какая история была, значит, когда вообще этот стандарт заводили, то есть, как я и сказал, все символы, которые на тот момент существовали в каких-то кастомных кодовых таблицах, их все вот в этот стандарт добавили. Вот. Но оказалось так по факту, что многие символы, они по большому счету представляют из себя, ну, какие-то суррогатные символы. То есть и по большому счету, то есть в Unicode есть спецификация, по которой, ну, вы можете какой-то произвольный символ, то есть вы можете на самом деле сделать композитный символ из тех символов, которые там уже есть. То есть, например, вот есть специальный символ, вот такой вот, например, это вот пунктирный кружок, и на нем сверху точка. Ну, точнее, как это правильно сказать? Ну да, можно считать точкой. То есть и по факту вы из вот этих двух символов можете получить один такой. И вот чтобы на самом деле предотвратить какое-то необоснованное разрастание, ну, то есть, собственно, стандарта, чтобы не было такого, чтобы люди добавляли символы, которые могут быть получены комбинацией тех символов, которые уже есть в стандарте, собственно, по факту было введено ограничение, что вот если вы, типа, символ можете собрать из того, что уже как бы в стандарте Unicode есть, тогда вам фактически вот нельзя такой символ добавить. Да, это ок. Поэтому что такое вообще стандарт Unicode в широком смысле? То есть помимо того, что это вот описание каких-то символов непосредственно, которые, условно говоря, присутствуют в каких-то системах письменности там, или языках, или там в каких-то национальных стандартах, помимо этого стандарт Unicode еще предполагает такие вот классы эквивалентности, для того, чтобы вы корректно могли работать со строками в этом стандарте. Ну, то есть, условно говоря, вот если вы встречаете текст, например, не знаю, пользователь вам, допустим, в поисковую строку ввел вот такой вот символ, а у вас в тексте записан вот такой вот символ, в стандарте будет прописано, что вот, например, там, не знаю, символ Y, это на самом деле эквивалент символу Y плюс символ, ну, вот этот пунктирный, пунктирный 0, короче, с двумя точками сверху. То есть, условно говоря, когда вы захотите потом смачить это на уровне вот совпадения, равно это или не равно, то есть, как бы, механизм стандарта Unicode вам говорит о том, что, да, то есть, эти два символа равны, и по большому счету там строки, которые одна записана таким образом, а другая записана таким образом, они, соответственно, эквивалентны. То есть, у вас там, если вы захотите сравнить две такие строки в какой-нибудь, ну, не знаю, там, в каком-нибудь языке программирования, которые стандарты Unicode поддерживают, соответственно, у вас эти две строчки будут равны, короче, вам не надо будет ничего заморачиваться и делать дополнительно какого-то геморроя, вокруг этого там что-то приводить куда-то и так далее. То есть, в этом плане это, конечно, штука крайне полезная, и по большому счету многие вещи, многие проблемы, которые связаны непосредственно с дублированием и возможностью какого-то вариативного написания одного и того же слова, то есть, они как бы вот в этом месте фиксятся. Да, ну и какие-то полезные инструменты на эту тему. Вот есть от... Только вот тут почему-то про language detector. Нет, language detector — это другое. Ладно, про кодировки я вам отдельно потом скину. Ссылочку на стандарт там в этом... в посте после лекции. Вот. Так. Окей. Дальше у нас определение языка. Я думаю, что перед определением языка мы сделаем маленький перерывчик. Вот. И, соответственно, потом продолжим. Окей? А, ну окей, окей. Ладно. Так, ладно, давайте продолжим. У нас на повестке дня сейчас определение языка. То есть, есть три базовых основных подхода к тому, как можно определять язык. То есть, первый — это графематический, второй — граммный, третий — лексический. То есть, первый — это уровень отдельных слов, второй — это уровень сочетаний символов, и третий — это уже по словам. Графематический подход. Ну, здесь достаточно все просто и понятно. То есть, мы, зная алфавит, на самом деле, зная, то есть, в какой... какие символы используются для записи того или иного языка, можем, собственно, этот язык предсказывать. Причем, очевидно, что, как бы, не всегда это можно сделать однозначно, но для каких-то языков это можно сделать почти со стопроцентной уверенностью. Ну, примеры таких языков, наверное, вы можете привести сами. Какой язык, вот, например, мы можем определить, используя только символы этого языка? То есть, какие языки полностью определяются теми символами, в которых, собственно, слова этого языка записаны? Корейский. Какой? Корейский? Да, наверное. Что еще? Ну, для русского нужно все-таки набрать какую-то статистику. Русский не... Русский так не работает. Ну, потому что есть украинский. Монгольский. Вы знаете монгольский? Ну, не то, что знаю монгольский, но 5 вывесок на этом видео. Они используют кириллические символы. Говорите на этом, на блатном монгольском, нет? Нет. Зря, зря. Испанский, скорее, ну, хотя с натяжкой. Но это имеется в виду отдельные символы? Да, да. То есть, вопрос заключается в том, можем ли мы, используя только символы языка, то есть, вот у нас есть текст. А полный наборный? Нет, вот у нас есть текст, и мы по тексту хотим понять, на каком языке, собственно, этот текст записан. То есть, можно ли это однозначно сделать, вот если просто посмотреть на символы? Нет, от текста зависит, правильно. Так я вот и спрашиваю, то есть, условно говоря, для каких языков это можно сделать плюс-минус всегда? Ну, наверное, испанский. Там же вопрос, там не видится с двух сторон. Это можно? Окей, но... А если, например, ну, вот смотрите, в испанском же, там же еще дофига латинских символов. В общем случае, если у вас нету вот этих самых каких-то маркеров, о которых вы говорите, то, как бы, однозначно это сделать вы не можете. Вот. То есть, испанский, наверное, в этом плане хуже подходит. А вот, например, есть греческий язык, который, который однозначно определяется своим алфавитом. Есть, по-моему, если я не ошибаюсь, грузинский язык, в котором своя уникальная письменность есть. Да, и армянский. Да, да, да. То есть, вот, условно говоря, такие языки есть, но нужно понимать, конечно, что это далеко не все языки. То есть, то, что касается, особенно европейских языков, там, конечно, таким образом не получится ограничиться. Ну, там есть некоторые подвложества символов, которые будут специфичны. Да, конечно. Ну, то есть, это можно использовать как один из маркеров, но просто, если, например, у вас в куске текста этих специфичных символов нету, то, соответственно, уже как бы сделать вы ничего не сможете. Правильно? Ну, так да. Я вижу, что надо набрать определенную статистику. Да. Вот про статистику это следующий подход. Это инграмный подход. Там, где мы уже работаем на уровне групп символов. И тут, конечно, да, мы можем, что сделать? Мы можем взять какие-то эталонные тексты на этих языках, рассчитать статистику н-грамм, то есть взять, например, биграммы, триграммы символов, посчитать, условно говоря, сколько, с какой вероятностью этот символ, ну, или этот набор символов в тексте встречается. Здесь понятно, да, что это значит? Вот эта штучка и вот этот доллар. Да, да, все правильно. То есть, условно говоря, вот собрав вот такую статистику и получив такую табличку, мы, соответственно, имеем какое-то, ну, на самом деле, мы имеем вероятность на распределение встречаемости этой символной н-граммы в каком-то языке. Вот. А теперь, когда у нас приходит на вход новый текст, и нам нужно определить его язык, что мы можем сделать? Ваша предпоследствия статистику и сопоставить. Да, посчитать статистику и сопоставить. Как сопоставить? Но, какой еще метрики? Да, какой метрики? Можно вероятность, можно вероятность равномерных. Нормально, но предложить любую. Ну, например, кризис Львонорма. Львонорма – это ошибка среднегастратичная, что ли? Ну, вроде как, да. Молка компонентная. Ну, это как один из вариантов. Но, на самом деле, если мы говорим про вероятность на распределение, то мы же тоже знаем какие-то меры вероятности. А, для вероятности. Ну, например, это КЛ-деверсис. Да, тоже норма, вполне подойдет. Есть более примитивный подход, который называется ранговый. Там, где мы просто смотрим разницу между позициями. То есть, мы не смотрим, на самом деле, на вот эти абсолютные значения вероятностей, которые у нас здесь есть. Мы смотрим на позиции вот в этом ранжированном списке N-gram, которые у нас есть, и считаем разницу не вот на уровне вот этом, а именно на уровне позиции. То есть, мы смотрим отклонение, насколько сильно. То есть, в нашем тексте та или иная N-gram отличается от позиции, где эта N-gram стоит в эталонном тексте. Понятно, да? Ну, и, собственно, этот подход называется ранговый. Есть еще марковский подход, короче, но про него вам, видимо, уже расскажут на следующей лекции, когда будут про марковские модели рассказывать. Так. О, отлично. Есть еще пословный подход. То есть, условно говоря, когда какие-то слова являются у нас стопроцентными маркерами того, что этот текст там принадлежит такому-то языку. Что у вас? Какие предположения? Магия – это венгерский. О, отлично вообще. Я смотрю, вы восточноевропейские языки хорошо знаете. Еще монгольский, да, я так понимаю? Я смотрю, у вас тяжелое прошлое. Отлично. Ладно, окей. Да, нижний турецкий, все верно. А тут, а вот да вы прикалываете. Откуда вы знаете? Правильно, правильно, румынский. Как его понимаешь, ты румынский? Одного времени интересовался. Румынским языком? Да. То есть, у вас тоже тяжелое прошлое? Нет. Нет? Окей. Ладно, не, блин, ну все правильно. Вы на самом деле первые люди, которые смогли разгадать этот ребус. Надо будет в следующий раз что-нибудь более такое экзотичное. Ну да, да, да. Ну да, нужно в следующий раз эти несколько обовитых японских. Мне кажется, с японским, с японским там такая тема, что если человек учил японский, он как бы, ну, то есть, он ответит на этот вопрос. Да, и фишка-то в том, что я на самом деле очень удивился, откуда, ну, то есть, найти человека, который учил венгерский или румынский, ну, то есть, это... Просто я один раз был в Венгрии. А, и... Окей, я понял. И остался там. Надолго. Не, ну, молодцы, молодцы еще. Ну, надолго остался мой научник. Окей. Следующая наша такая крупная тема, про которую мы поговорим, это как раз про поисковое расширение и про синонимы. То, о чем я говорил в начале, тот подход, когда мы расширяем запрос и то, что действительно применяется на практике. То, что, условно говоря, мы не склеиваем на уровне индексации, то есть, мы не нормализуем такие вещи, а именно решаем эту проблему в виде поискового расширения и в виде расширения запроса. То есть, мы в запрос дописываем через или вот варианты альтернативного написания, которое семантически, с точки зрения смысла, имеет то же самое значение. примеры здесь могут быть, значит, следующие, значит, синонимы, которые являются чаще всего взаимозаменяемыми словами, аббревиатуры, расшифровка аббревиатур, транслитерация, соответственно, грамматические замены, которые у нас есть, то есть, поздравления, поздравить, то есть, то, что, скажем так, то, что не склеивается в одну и ту же форму с точки зрения морфологии, про которую мы будем говорить чуть дальше, но то, что, условно говоря, часто является эквивалентным. дальше переводы, какие-то популярные, популярные вещи, то, что на слуху, то, что можно перевести, ну и джойны, которые допускают вариативное написание, то есть, в текстах можно и так, и так встретить и по большому счету, то есть, на уровне, опять же, нормализации, то есть, это отдельно не нормализуется в какую-то единую форму, то есть, условно говоря, если мы там не нашли аудио, кодеки, то возможно, там просто группа кодеки, она тоже может, но, в смысле, то есть, слово кодеки тоже может вполне себе подойти, то есть, такие вещи, они не нормализуются в какую-то, например, вот в такую однозначную вещь. Так, ну и, соответственно, как это выглядит, примеры работы, да, то есть, условно говоря, человек вбил на мой фон, и, соответственно, если бы у нас не было какого-то перевода вот здесь, то мы бы по большому счету вот этот документ бы и не нашли, или нашли бы не на той позиции, условно говоря. Вот, опять же, МГУ, Московский государственный университет, то есть, мы расшифровываем аббревиатуру, и за счет этого, как бы, на первое место у нас приходит тот результат, который, ну, который является наиболее релевантным. хотя, что тут нужно заметить, что, вообще говоря, любая замена и любая подстановка, вот о которой мы говорили на предыдущем слайде, она, в общем случае, контекстозависимая, причем контекст может быть у нас как явный, так и неявный, ну, то есть, условно говоря, если, например, пользователь сидит в Мордовии и вбивает МГУ, что ему показать, Московский государственный университет или Мордовский государственный университет? Морковский. А почему? А может он в МГУ хочет поступить? И кто-то другой. Типа, или пусть там, где родился, там и пригодился. Не надо там в МГУ. не помешать нам. А, окей. Мне кажется, мне не зло еще спросить, а чем ты хотел увидеть, Мордовский или Московский? Я думаю, что ты хотел там Мордовский, Московский или фотогол и стать скачать. Я уверен, что кликнет в последний результат. Да, да, да. Ладно. Отлично. Ну, в общем, в общем, логику основную вы поняли и для чего это предназначено, я думаю, вам ясно. Теперь, собственно, про то, откуда нам брать источники таких расширений для того, чтобы, собственно, вот такие вот как раз кейсы покрывать. Ну, значит, во-первых, там самое очевидное то, чем мы можем воспользоваться, это некоторые там словари-синонимов, то есть какие-то, не знаю, прям официальные словари, которые есть, условно говоря, которые там даже в книжных изданиях есть, не говоря уже об электронных, а потом всякие энциклопедические сайты, которыми мы можем воспользоваться, например, то же самое википедии, там зачастую можно очень часто найти расшифровки аббревиатур, то есть тот же МГУ, например, там будет в скобочках страница википедии, в ней указано типа Московский государственный университет или там Мордовский государственный университет и так далее. Потом на всяких тематических сайтах мы можем найти вот те самые переводы, как там с воздушной тюрьмой и так далее. Потом в принципе то, что мы парсим документы, соответственно, написания, то есть если, например, у нас есть какая-то аббревиатура и потом в скобках есть что-то, то мы можем с некоторой вероятностью понимать, что это что-то, это в общем случае может быть расшифровка этой аббревиатуры. Вот. Потом очень очень богатая как бы всякими скажем так полезными сигналами штука это логи запросов с кликами, то есть условно говоря те же переформулировки запросов, которые мы можем смотреть либо соответственно просто куда пользователь кликал то есть условно говоря там не знаю например даже если у нас нету явной замены допустим бегемот гиппопотан да но мы допустим пользователю показали ту же страницу википедии но если у нас нету этой замены мы показали не на первой позиции а на шестой позиции и то есть у нас там нет прямого матчинга допустим мы это через ссылки сделали то есть мы по ссылкам в интернете поняли что эта страница там типа релевантная вот и вот в этом месте мы как раз увидев что пользователь кликнул именно на шестую позицию в эту самую википедию это для нас сигнал о том что скорее всего то что было в запросе и то что написано в документе это про одно и то же то есть это как раз источник источник ну источник да для создания замены всякие языковые модели и дистрибутивная семантика про это мы сейчас отдельно поговорим про грамматические преобразования не помню что тут имеется ввиду честно что-то я тут имел ввиду но сейчас не вспомню а может быть у тут есть а да ну собственно мы про это уже говорили поздравление поздравить так теперь чуть-чуть поговорим про дистрибутивную семантику на самом деле у нас через лекцию мы будем подробнее об этом говорить но сейчас как бы чтобы общее представление было основная идея и основная дистрибутивная гипотеза которая имеет место быть она говорит о том что как бы смысл любого слова он складывается из его употребления из тех контекстов в которых это слово встречается понятно да то есть условно говоря вот допустим мы ничего не знаем про это слово мы не знаем что оно значит допустим не знаю тот же гиппопотам мы не знаем что это но просто почитав тексты условно говоря в которых этот гиппопотам упоминается в каких контекстах то есть мы наверное можем понять что это животное живое там-то и так далее короче то есть никогда не видев и вот не имея однозначного соответствия что вот эта вот сущность это вот там типа бегемот мы тем не менее можем какое-то представление вообще получить о том ну то есть какой смысл несет в себе вот именно термин бегемот вот это основной как бы посыл дистрибутивной гипотезы вот и основной паттерн ну как бы основной вывод из нее такой что типа слова с похожими типичными контекстами имеют схожее значение то есть мы как бы значение слова определяем по контексту в котором это слово употребляется и по большому счету если условно говоря разные слова они употребляются в похожих контекстах это говорит о том что скорее всего эти слова синонимы не всегда так но такое бывает значит в дистрибутивной семантике традиционно ну как бы существовало два подхода первый подход это счетные модели когда мы тупо считаем какую-то совместную встречаемость например слова и контекст то есть как часто это употребляется и дальше можем посчитать например косинусную близость между например какими-то словами и понять что да вот соответственно если условно говоря эти слова употребляются в одних и тех же контекстах значит у них косинусная близость будет близка к единице если нет то наоборот близка к нулю значит из чистоты просто как часто в таких-то контекстах то есть мы все контексты берем то есть у нас вектор получается такой большой размерность и для этих контекстов вот у нас есть такая статистика и дальше мы просто берем косинус между этими векторами и смотрим типа если для разных слов то есть контексты похожи то ко всем будет близок единиц тексты просто берем текста считаем просто там не знаю кучу страниц интернета википедию там что угодно нам нам просто большой корпус текста нужен до чтобы такую статистику собрать контекст может быть целый тематик а конец контекст имеется ввиду обычно ну то есть это там несколько слов или может быть предложение такого рода да 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 фактически такое имеется ввиду то есть это не так что там типа это целый документ или там группа документов ну и соответственно то про что мы будем говорить через через лекцию это собственно вот предигативные модели и ворту як кому интересно есть у нас страничка на которой выложена обученная модель ворту века вот и можно на самом деле по поиграться с ней посмотреть какие с точки зрения с точки зрения как это правильно сказать с точки зрения похожих контекстов для заданного слова есть слова которые упоминаются в новостных текстах то есть условно говоря у нас есть по новостным текстам обученные модельки вы можете посмотреть например но то есть вот какое-то определенное слово какие с точки зрения модели ворту века слова будут синонимичные или там семантически похожи на данное конкретное слово опять же про сам ворту век про том как он устроен как он обучается и так далее это мы с вами поговорим условно говоря там через одну лекцию но сейчас вот на уровне именно понимание того что такое дистрибутивная семантика дистрибутивная гипотеза и как это можно использовать для поиска ну вот соответственно можно использовать в качестве генерации синонимов потенциальных синонимов которые можно использовать для поисковых расширений понятно да окей так следующее про что нам нужно поговорить это такая штука как stemming на самом деле и и по-хорошему он наверное надо было бы вставить куда-то в начало потому что я вроде поговорил уже про все вроде как про базовая базовую нормализацию слов я как-то оставил на конец и так что такое стимминг stemming это группа правил группа правил по которой мы пытаемся нормализовать каждое слово каждый токен путем отрезания у него окончания соответственно для каждого языка существует табличка по которой на основании евристических правил мы для каждого слова пытаемся отрезать его окончание вот это что у нас получается мы по факту используем в качестве некоторые нормализованные формы слова но то что мы решили называть термином то что в итоге вот мы будем складывать в индекс к себе вот соответственно стиммеров есть целая куча разных и очевидно что как бы не все и все не все стиммеры и не для всех языков как бы работают нормально и адекватно то есть вот например для русского языка стиммеры работают крайне отвратительно они дают высокую полноту но при этом точность получается очень фиговая вот например там типа пример сочи и сочица у вас будет приводиться к одной и той же форме соответственно вы по по одному будете находить 2 наоборот то есть в итоге будет получаться какая-то полная фигня слушайте для китайского китай это отдельный космос там там мне кажется ну короче мы не занимаемся китайский фондов скажи да да а то что касается стимминга то что касается стимминга это на основе правил отрезания окончания все там больше ничего нет возле каждого языка есть набор правил на основании которых вот вы их последовательно применяете пытаетесь отрезать условно говоря какую-то какой-то остаток от слова оставить только какую-то начальную часть вот ну и соответственно здесь есть несколько примеров как работают разные стеммеры на английском языке ну то есть чтобы вы понимали для английского языка стимминга его зачастую более чем достаточно то есть там никакого за счет того что язык простой относительно и то есть там нету сложного слова изменения за счет этого вы получаете то что вот эта вот тема с отрезанием окончания она работает вполне себе нормально адекватной там в большинстве случаев то есть качество которое вам дает стеммер для нормализации этого вполне себе достаточно но то что касается фликтивных языков типа русского где имеет место богатое слово изменения там соответственно у вас конечно будет трагедия то есть и качество работы стеммера но зачастую очень низкая то есть вот те пример тот пример который я приводил это один из них то есть там их целая целая большая плеяда то есть и стеммером для русского языка ограничивается не получается да что-то целый ну я об этом уже вроде все сказал то есть то что в большинстве случаев дает увеличение полноты ухудшает точность вот ну и какие-то контрпримеры вот на уровне на уровне английского языка для русского языка уже сказал что работать эта штука нормально не будет поэтому для русского языка в основном применяют называемую лиматизацию что такое лиматизация лиматизация это когда мы на основе какого-то словаря пытаемся соответственно для каждого слова найти его каноническую форму которая называется лимой собственно эту лиму уже положить в индекс то есть здесь примеры для английского языка присутствуют когда мы то есть различные варианты слов превращаем в правильные нас на на основании словаря то есть мы ищем эти слова формы в словаре находим для них лему и соответственно эту лиму иску используем в качестве термина в качестве нормализованной формы вот то есть для русского языка например можно какой пример привести вот шел идти вот если мы хотим чтобы это у нас однозначно мочилась в поиске то есть чтобы мы понимали что это как бы одно и то же слово одно и то же действие то соответственно нам безусловно нужно как бы пользоваться лиматизации потому что ни один стеймер как было такое слово изменение он как бы нормально обработать не сможет так ну соответственно как обычно реализуют лимитизацию лимитизация она представляет из себя следующий как бы процесс то есть поскольку вам нужно сделать поиск словаре он делится на два этапа вы ищете так называемую машинное слово и парадигму парадигма это собственно набор правил слова изменения для какой-либо слова формы ну то есть условно говоря это может быть там набор окончания или еще что-то короче в общем случае но то есть в данном конкретном примере вот у вас есть машинная основа которая здесь вот парадигм и собственно набор правил того как это форма как это слово может быть какие слова форму у этой машинной основы могут быть соответственно вот такая парадигма она может применяться ко множеству различных машинных основ ну если хочется побаловаться с какой-то лимитизации из доступных в интернетах можно глянуть в такой проектик который называется от вот соответственно там есть реализация реализация вот как раз лимитизатора на основе словаря залезняка вот и соответственно то есть можно побаловаться можно можно посмотреть как эта вся штука работает то есть у нас в поиске когда мы начинали вообще работать ну когда вообще только появлялся как бы поиск mail.ru соответственно у нас первая версия лимитизатора она собственно была взята именно с этой штуки салата вот соответственно дальше мы ее там допиливали работали со словарями и так далее но как бы в качестве словно говоря какой-то начальной точки начальной основы если если кому интересно то можете можете побаловаться как обычно реализуются лимитизации чего она представляет из себя в техническом плане обычно это какое-то обычный конечный автомат на основе префиксного дерева то есть условно говоря у вас есть текст вы соответственно этот текст прогоняете через этот конечный автомат как только доходите до терминального символа соответственно в этом терминальной символе содержится какая-то информация о том что что за слово встретили ну то есть условно говоря это там но и в данном конкретном случае тут для долго вот вы можете найти что вот это терминальный символ что в нем содержится информация то что это там типа существительное там единственное число и так далее если соответственно мы встретили в тексте вот такую конструкцию то это уже будет как бы множественное число мы попадаем вот в этот терминальный 7 в общем основная логика понятна конечный автомат потому что типа быстро обычно это на базе конечного автоматах карасика делается алгоритмах карасика кто не знает если у нас 26 символов в алфавите глубина там сколько 7 сейчас еще подождите почему 26 7 степени что это не смотрите вот в памяти о полный словарь слов лимитизатора для трех языков он занимает что-то порядка там 50 мегабайт да то есть я бы не мне сказал что там есть о чем говорить в принципе а в чем проблема нет там там смотрите какая история но условно говоря вот вы нашли шоу да например и то есть вам в этом дереве надо на самом деле что сделать вам этом дереве нужно поставить ссылку на до на каноническую форму то есть дойдя до терминального символа у вас тут будет еще вот такая вот штука которая будет указывать соответственно на каноническую форму ну поэтому то есть это не есть проблема ни разу так окей теперь есть такой вопрос что же делать с теми словами которых нет словаре то есть понятно дело что язык это такая сущность достаточно живая и по большому счету появляются постоянно какие-то новые слова и для них вообще говоря у нас нету в словаре какой-то начальной формы что мы можем тут сделать мы можем соответственно попытаться что-то предсказать какая будет начальная форма у какого-либо слова правда нужно понимать конечно что если мы будем пользоваться по но как бы аналогами и пытаться найти какие-то похожие слова зачастую мы можем столкнуться с такими неадекватными проблемами то есть но тут пример с микроблогом то есть мы находим похожее слово с таким же окончанием вот например аналог и для него генерируем лему по аналогии с аналогом значит микроблог но также у нас же есть форма например для слова долг то есть есть слово долгий у него есть слово долг мы опять же берем окончание и в результате получаем здесь микроблогий то есть понятное дело что как бы микроблоги наверное это не не самая адекватная лима которую мы могли бы сгенерировать но с другой стороны если мы в тексте и не встретим то как бы проблему нас тоже не будет в этом месте так ну соответственно да откуда взять морфологию если у вас ее нету есть варианты для английского языка но они в основном на стеммерах реализованы а для русского языка ну то есть вот основное от то что я уже упомянул есть еще вот такой проект который называется стенка у яндекса есть собственно в виде бинаря их реализация морфологии которая в свое время еще один из основателей яндекса илья сиголович вот то есть наверное по качеству из open source вот эта штука она является самой самой прикольной но единственное тут конечно косяк в том что нет сорсов то есть вы вы можете ей как бы в качестве бинаря попользоваться порадоваться тут даже вот есть такая штука поверх вот этой штуки называется по поймарф вот ее можно юзать из питона да только там какой косяк там на самом деле нужно понимать что когда вы пользуетесь поймарфом у вас фоне запускается вот этот процесс мастема которых для которого просто прогоняются те самые слова которые вы подаете подаете на вход ну попробуйте на досуге я там на самом деле словаря тут достать вообще 6 секунд там же на самом деле фишка то не словаре я фишка в предикторе часто то есть а предиктор это уже код код особо там не достанешь ну да ладно да ну и соответственно если есть желание можно запилить стемер самостоятельно здравствуйте сегодня пораньше да есть такой фреймворк для алгоритма в стивенга тоже если интересно можете можете потыкать побаловаться то есть если например будете условно говоря не просто там брать какой-то чужой стемер с интернета если хотите написать что-то свое и snowball так окей а значит какие еще проблемы есть в языках значит вообще говоря языки которые в интернетах встречаются они вообще говоря сильно отличаются друг от друга то есть бывают изолирующие аналитические языки типа английского китайского бывают синтетические языки с богатым словоизменением вот фликтивные типа русского бывают аглютинативный типа турецкого да немецкого и полисинтетические так значит профликтивные языки русский испанский немецкий протюшки языки это которые аглютинативные турецкий язык там все слово словообразование идет через добавление суффиксов ну то есть по факту то есть у вас есть это базовая форма вы соответственно чтобы получить какую-то какую-то другую форму или какое-то другое употребление данного слова вы просто дописываете условно говоря то есть это наверно правильно называть все таки суффиксом они окончанием к данному к данной основе для того чтобы получить какое-то какую-то другую форму для данного слова то есть просто если в английском у нас для выражения как какого-то какого-то смысла слова да мы мы используем какие-то фразовые конструкции то здесь у нас все слово изменения и слова употребления но собственно описывается непосредственно ну как бы суффиксом для данного слова да ну и про это может не говорили есть совсем экзотика которые для которых мы слава богу ничего не делаем ну то есть нужно иметь ввиду что что вообще говоря такое бывает и по большому счету если с этим работать то для этого конечно нужно что-то отдельно придумывать сильно и вот потому что ну то есть никакие стандартные подходы к такого рода языкам они как бы работать не будут так теперь то что касается такой штуки как амониме и вот смотрите вот мы с вами поговорили про стеминг мы поговорили про лимитизацию но нужно понимать что в таких языках как русский очень часто бывает ситуация что какая-то форма слова она может вообще говоря иметь разный смысл в зависимости от контекста то есть те примеры которые вы здесь видите они как раз эти кейсы описывают то есть белки бегали по лесу или орехи это собственно у нас про животная белка белки различаются по степени расправимости в воде это как бы тоже совсем другого слова и это как бы белки вот и вообще говоря перед нами когда мы например какой-то текст индексирует стоит задача а как а ну то есть что положить в индекс то то есть вообще говоря вот в этом самом месте нам нужно отличить как бы одно на другого где белка где белок как-то сделать но очень контекст и чё контекст но у нас в индексе будет либо белка либо белок так как вы говорите у нас точно них ни в одном случае нет нет не будет зачем так делать а для чего ну то есть смотрите но это да конечно но условно говоря мы же когда индексируем текст моего индексируем как бы оффлайн мы вообще говоря можем проанализировать что написано в тексте и все-таки понять о каких белках идет речь или о белках идет речь вот поэтому на самом деле есть методы которые при помощи которых можно собственно мы не имеют и снимать ну собственно да то есть какие-то примеры вообще амонимичных слов которые встречаются в английском и русских языках русском языках до бывают такие маргинальные вещи как например ручное снятие амонимии это когда словно говоря программист или эксперт явным образом прописывает набор правил вот эта штука она это значит с прошлого места работы нашего прошлого руководителя группы лингвистики вот такая небольшая тавтология получилась но просто наш руководить бывший руководитель группы лингвистики он работал такой компании который называется называется правда вот и там у них там типа переводчик и все дела вот и соответственно то есть это прям прям кусок кода из их продакшена ну видимо старый когда они пытались вручную решать проблему снятия амонимии в общем вы понимаете да в чем недостаток недостаток приблизительно вот в этом то есть начиная начиная с некоторого момента как бы кода становится столько и сложность становится такая что по большому счету пользоваться этим по большому счету нельзя если вы не дай бог хотите там где-то что-то изменить да какую-то логику да 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 так вот да поэтому все таки ручками такой лучше не делать довериться все таки старому проверенному способу который называется машинное обучение но машинного обучения тоже мы понимаем есть какой-то недостаток как у него есть недостаток да надо нужны обучающие данные ей нужны таргеты на которых мы будем обучаться вот если у нас такие таргеты есть мы можем собственно воспользоваться такой шкуп штукой как скрытые марковские модели вот и по большому счету какая перед нами стоит задача допустим вот у нас есть какой-то текст и представим себе что для этого текста для каждого слова есть какой-то тег который описывает как раз вот ту 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 как бы грамматическую принадлежность то есть это какое род какое число там и так далее короче для каждого слова ну и соответственно то есть обозначим такие теги т и попробуем что сделать попробуем соответственно для заданного предложения которое мы встретили найти набор тегов который бы максимизировал вот такую вероятность то есть того что соответственно мы встретим такую последовательность символов при условии того что эти символы ну точнее непосредственно символов последовательных слов при условии того что эти слова будут размечены там такими-то тегами короче вот то есть по формуле байса мы ее можем очевидно переписать вот в таком виде то есть и что мы видим что если мы хотим вот такую вероятность максимизировать нам на самом деле на максимизирует укослитель потому что знаменатель у нас как бы от это вообще говоря не зависит если мы пытаемся то есть мы ищем т то есть максимизируем эту вероятность патентам надо максимизировать числитель вот соответственно марковское свойство на что предполагает она предполагает то что мы не будем учитывать весь предыдущий все предыдущие слова которые у нас есть будем учитывать только последние м слов ну то есть это марковское свойство вы наверное про него же что-то слышали и раньше или ничего не слышали если не слышали то вам на следующий раз расскажет каждое последующее состояние системы зависит только текущего у вас как бы видимо в простой форме было там либо одно предыдущее либо к предыдущих рассматривается ну то есть не не вот бесконечный кусок а вот какой-то фиксированный кусок из прошлого но это есть марковское свойство вот соответственно если мы числителю формула с предыдущего слайда применим как бы вот этого самое правило то по большому счету мы что можем сделать мы можем уже найти то что нам нужно при помощи динамического алгоритма виттерби про который вам будут подробно рассказывать следующий раз а частоты можно оценить собственно по какому-то размеченному корпусу здесь вам наверное нужно попиарить национальный корпус русского языка и соответственно вот этот сайтик русскорпора с которого можно взять на халяву соответственно всякие размеченные тексты и например обучить там свою морфологию ну точнее свой метод снятия морфологической амонемии вот таким вот макаром так ну это вроде как все что он хотел сегодня рассказать и так то есть хочу мы сегодня поговорили мы поговорили о том что какие задачи компьютерной лингвистики решаются в поиске для чего они решаются что из них является более важным что является менее важно вот но соответственно какие-то дальнейшие более подробные описание алгоритмов и их непосредственно применение уже в продакшене поиска вы будете уже слушать там на следующих лекциях от меня это моих коллег собственно все какие вопросы и и и и